Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет такой мини-ролик, который будет посвящен первому патчу, который у нас выходит на русских классических серверах. Это действительно так, до сего момента патчей никаких не было, было только одно крупное обновление, которое и то не включило все обновления, которые должны были быть в этом апдейте. Но это не так важно, сейчас важно то, что происходит с классиком в данный момент, а происходит очень-очень многое. Очень плотно иного стало заниматься с комьюнити, классика, прислушиваться, что-то делать, что-то менять, и это очень здорово. И уже 3 июля у нас выходят планы на дальнейший патч, который будет добавлен уже в скором времени. И давайте-ка разберем основное, я, наверное, сразу туда перейду не к осадам, не к ивентам, а к снижению штрафа за смерть. По-моему, это очень-очень серьезно, потому что даже в Корее не пришли к этому, и после долгих разговоров все же иного смогла убедить разработчиков, то, что снижение потери опыта с 10 до 4 процентов, это необходимая мера, и это действительно так, потому что в Корее вся прокачка, она сводится к тому, что ты правильно настраиваешь бота. С такой мерой, что они уменьшают потери опыта 2,5 раза, возможно, это как-то развяжет руки игрокам, и наконец-то начнется фан на каждом споте, а не только на каких-либо мероприятиях. И да, это здорово, многие скажут, что это так, узваливание, мы шли на классик не для этого, но почему не для этого? Раньше всегда мы теряли по 4 процента, и никого не смущало то, что это мало, и даже 4 процента это много, потеряв 4 процента на каком-нибудь 70 уровне, который вскоре уже станет доступным для русских игроков, это все равно очень много, и вряд ли вы просто возьмете и встанете в город. Минимум в КХ, а максимум вы будете искать или Беша, который уже ресает под 90 процентов, или же какой-нибудь свиток Бореса. Так что, ну, такая мера это здорово, и мне кажется, она благоприятно скажется на игроках, которые играют в Соло. Вот, и вот это изменение, вот этот патч, он уже будет установлен очень-очень скоро, скорее всего, даже до осад. Вот, теперь насчет осад, раз мы их уже так затронули, осады будут включены 17 июля, и не совсем понятно, 17 июля у нас уже будут первые осады, или 17 июля у нас появится только регистрация на осады, если будет проведена 17 июля, то когда будет доступна регистрация на них? Так как это не сказано, скорее всего, 17 июля у нас только включается сам интерфейс регистрации, и тогда второй же вопрос, когда будут, собственно, первые осады. То есть, возможно, уже 19 июля у нас будут первые осады, но почему-то я немножко сомневаюсь в этом, потому что как-то мне не укладывается в голове то, что за два дня все успеют просто, может, многим не хватить времени подготовиться к ним, поднять регистрации, а с этим могут возникнуть какие-то проблемы, потому что, возможно, NPC будут контролировать топовые кланы и просто не давать подойти вражеским кланам к этому NPC. Но, в любом случае, вот эта непоняточка, почему нету конкретики, когда у нас первые осады, когда у нас открывается регистрация, это тоже непонятно. Идею того, что 17 июля только запустится еще интерфейс в этой регистрации, меня смущает в том, что обновление и все рестарты происходят во вторник. То есть, если во вторник было обновление с регистрацией, то, скорее всего, со вторника оно и должно работать. Сделать так, чтобы оно само запустилось в пятницу, ну, по-моему, это лишнее и очень сложно, по-моему, они что-то другое имели в виду. В общем, с этим не совсем понятно, свои варианты можете оставлять в комментариях, мне тоже это интересно, будем следить за этой темой, потому что, в любом случае, первые осады мы постараемся осветить, я думаю, у нас это получится. Далее, ивенты. Наконец-то, наконец-то мы увидим на классических серверах ивенты, это очень здорово. В течение 7 месяцев, в которых уже существует сервер, не было вообще ничего. Не было ни патчей, ни обновлений, ни ивентов. Вообще никак не работали с комьюнити классика. Не знаю, почему такое было, возможно, потому что был интерес публике классику, денег и новей так хватало того, что приходят с подпиской, и, возможно, они просто не особо концентрировали внимание на люди, которые играют в классик. Но как пошел отток, как упал доход, с классика, возможно, решила иного немножко подзадуматься и начать работать уже с этой темой комьюнити. Ближайший ивент будет установлен 14 июля, это как раз-таки вторник, то есть после рестарта. И этот ивент будет один из самых классических ивентов в Л2, все его знают, это будет буквенный ивент, который проводился еще, не знаю, в далекие 2005-е года, когда нужно собрать из букв слова Lineage 2 и NCSoft. И когда вы сдаете уже вот эти буковки, получаете какие-либо призы. Какие призы, не совсем понятно, но я думаю, что они больше будут приятные, нежели какие-то прям такие очень полезные, допустим, какой-нибудь эпик. Вряд ли мы такого дождемся. Хотя в истории линейки уже такое было, когда за ивентом можно было получить настоящий эпик, причем дорогой эпик. По акциям и скидкам в скором времени подписку можно будет приобрести по специальному предложению со скидкой. Какова это будет скидка, непонятно, но я думаю, что в районе 30%, то есть скорее всего подписка на месяц будет стоить 200 рублей, но они, мне кажется, будут делать упор на долгосрочную подписку. То есть скорее всего один месяц будет небольшой скидкой, допустим, за место 300 рублей будет 270, вполне это реально. Но вот подписка на 3 месяца и 6 месяцев уже будет с большой скидкой. Допустим, на 3 месяца будет скидка, ну в районе будет стоить 700 рублей, 3 месяца за 700 рублей. А 6 месяцев, так вообще, мне кажется, будет в районе 1100-1200. Но это такие прогнозы, не претендую на истину, но мне кажется, что будет примерно сделано так. По крайней мере, это было бы правильно с точки зрения коммерции, это выгодно им будет. Вот помимо скидок на подписку, ожидается повторение акции с бесплатными выходными. Кто еще не играл в классик или кто хочет посмотреть на осады, это хорошее предложение, потому что суббота и воскресенье будут бесплатными. Заходи, смотри на игру, возможно, даже у кого-то получится играть чисто. Два дня играешь, пять дней отдыхаешь. Наполовину классик становится уже бесплатным. Правда, мне кажется, вот эта акция, она будет недолгосрочной. То есть не получится действительно так играть каждые два через пять. Это чисто сделано для того, чтобы люди смогли посмотреть, что из себя классик представляет. И за два дня в классик можно втянуться, потому что первые два дня игры, скорее всего, будут интересными. Сложности как раз начинаются уже после вот этих двух дней. Возможно, на это идет расчет. Но в любом случае, посмотреть там на первые осады, возможно, за бесплатно у вас это получится. Это здорово. И для новых и вернувшихся игроков будут приписаны подарки, которые помогут, первым, освоить непростой мир классической линейки, а вторым, тянуться и продолжить игру. Про подарки мы уже много обсуждали, особенно те НГ-дуалы, у которых физатака, как у дэшных вроде на плюс 15, ну, в общем, такой дисбалансный предмет на 15 дней. Да, он бы помог бы вернуться. Не то, что вернуться, многим начать играть игру, но в любом случае это оружие закончится, и нужно будет искать другой вариант. Но, хотя, опять же, с учетом того, что Адена стала падать 2,5 раза больше, там даже возможно и 3 раза больше, то за 15 дней накопить на топный ствол уже проблемы не будет. Но, мне кажется, это будет развитие ботоводства. Создаешь новых персонажей, ботоводишь 15 дней, забанить или забанить, не важно, все сплавляешь, начинаешь новых персонажей ботить. И так, в принципе, ботят, и причем примерно по такому же плану, но только у них не было очень мощного НГ-оружия, а теперь у них оно будет. Вот это, мне кажется, не совсем правильно, но посмотрим, как у нас иного с этим будет бороться, и что оно предпринято. И также начинают работы с ивентами. Помимо основного ивента, который будет введен 14 июля, в планах уже еще 2 ивента, которые будут включены уже после окончания первого ивента. Один из них запланирован на август-сентябрь, и второй примерно в октябре месяце, ну, скорее всего, будет в конце октября месяца, если так предположить. То есть ивенты, наконец-таки, нас будут ждать, и, возможно, играть станет на классике немного поинтереснее. Также одно из немаловажных обновлений, точнее, добавлений, это ПК-монетка. Теперь вы можете спокойно бафать монеточку у NPC, и никто, кто выше вас на 20 уровней, насколько я помню, возможно, 10, но, скорее всего, 20 уровней, вас уже никто убить не сможет. А такая проблема была. Очень много людей, которые докачались до 40 уровня, переставали играть в эту игру, и просто выходили в стартовые локации, да даже не в старт, а в тот же Тион, и начинали убивать людей. Очень сильно и тормозило общую прокачку, потому что спотов, на самом деле, не очень много, а концентрируются люди в основном в самых таких попсовых и топовых, и вычищать все эти полянки не составляло никакого труда, и из-за этого онлайн тоже косвенно сокращался. Да, можно сказать, слабые игроки, да, не смогли вытерпеть или придумать новое место, где им прокачиваться, но, в любом случае, это не есть хорошо для сервера, чем меньше приток, тем хуже серверу в общем. Так что вот такая новинка для новичков, по-моему, она очень классная, а с учетом того, что тысячи игроков по статистике выше 50 уровня, основных игроков это никак не затронет, это как раз сделано только для новичков, из-за этого говорит то, что все, окузалили игру, и сейчас очень много людей уйдут из нее. Нет, так говорить нельзя, это все делается для новых игроков, которые начинают играть в классик, и это здорово, чем мы больше привлекем новых игроков, тем будет интереснее играть на этом сервере. И также ведутся работы над изменением в системе АСАД, причем запланированные изменения предполагаются в сентябре, что не так и далеко. Какие будут изменения, пока что не ясно. Будут ли они отличаться от корейских АСАД, тоже не ясно, но, скорее всего, чем-то нас да и удивят. Вот такой мини-выпуск у нас получился, даже немножко дольше, чем я ожидал. Я думал, что просто проговорим основное и закончим. Но немножко я подискутировал по каждому из пунктов. И мне нравится, в каком направлении начинает работать и новое. Наконец-то игроков стали замечать, и это очень здорово, так что здесь можно больше радоваться, чем грустить о том, что немножко окузалили игру. В любом случае, вот этот шаг, он очень и очень существенно может повлиять на всю игру на русских классических серверах. А на этом всё. Всем, кому понравилось это видео и кому понравился этот патч, ставьте обязательно лайки. Оставляйте свои комментарии. Прочитываю все комментарии до единого. Очень интересно ваше мнение. Не забывайте подписываться на канал. А с вами был Вайт. Пока-пока.